Привет, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить рейдж. Сегодня я решил поиграть маленько на геймпаде. Как вы видите по скорости перемещения, которое здесь можно регулировать. Так сказать, для разнообразия. В предыдущей серии мы выбрались из Мертвого Города. И теперь давайте маленько походим, повыполняем, посмотрим, какие тут есть сайд-квесты. Попробуем разобраться. Давай вот сначала вот у тебя, допустим, попробуем Стэнли. Почта для поселенцев. Это, видимо, на время. Давайте попробуем. Да, видимо, это так. Интересно, охота игру познать полностью, не только по сюжетке двигаться. Потому что по сюжетке у нас, в принципе, довольно-таки все неплохо идет. Так, отвезите посылки в места, указанное на вашей карте. Уложится в отведенное время, иначе Стэнли не заплатит. Хорошо. На геймпаде, я думаю, это будет гораздо удобнее. По крайней мере, в гоночной части. Увы, пардон. Маленько забыл, где на геймпаде... Турбина. Поэтому выстрелил ракетой. Так, и вот у нас первая точка. Упс. Не туда заехал. Печально. Валим дальше. Пока стараемся особо не встревать в перестрелки. Потому что это чревато потери драгоценного времени. Да, на геймпаде гораздо удобнее ездить на машине. Но я не могу сказать этого про, собственно, прицеливание. Целиться, конечно, на мыши удобнее. Так, все, успех. И мы получили 100 баксов. Отлично. Так, нам интересно, сейчас надо будет возвращаться? Или мы сразу пойдем в город? Да, сразу в город. Короче, понятно. Подзаработали денежек. Потом у нас где-то... Вон там был торгуют с расти. Давайте посмотрим, что у него можно приобрести вообще. И нужно ли нам что-то из этого. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Таких запчастей нигде не найдешь. Покажи. Глянешь мои товары? Так, пулеметные патроны. Да, 2000 наберем. Потом поставим щит. Конечно, его надо научиться использовать еще. И, в принципе, остальное на это у нас пока денежек, к сожалению, не хватает. Для этого нам нужно научиться выигрывать в гонках. Давайте, в принципе, мы этим сейчас займемся. Попробуем гонку без перестрелки, я думаю. Посмотри доступные заезды. Так, тут мы получили второе место. Ну, давайте на время попробуем, давай. Не спать. Пока у нас геймпад в руках, и я думаю, все эти гонки надо пройти, потому что это гораздо удобнее делать на геймпаде. Подработаем маленькое бабло. Погнали. Упс. О, какие острые повороты. Ой, промахнул. А, ну ладно. Пока вроде неплохо, идем. Как бы не сглазить. Тут я, конечно, пошел по... Ой-ой-ой, по внешне другие. Это все может плохо кончится. Так, ладно. Вполне себе неплохо, я считаю. А, оказывается, по прошествии круга не восполняются эти... А, нет, ускорители... Будем иметь в виду. Будем знать. Да, хорошо. А, нормально, идемки. Упс. Это было довольно-таки опасно. Так, ну и что? Отлично. Ну, в принципе, мы получили 15. Давайте купим тему ID на эти деньги. А все остальное будем приобретать уже потом, по мере прохождения. Да я понимаю. Так. Давайте ее купим. Или это что у нас такое? Стандартные шипы. Блин. Ну, давайте купим. Рад был пообщаться. Эти всякие прибамбасы уже чуть попозже сделаем. Потому что не хочу отомлять вас однообразными заданиями. Так, как тут? Теперь у меня есть деньги. Мы можем попробовать, наконец, ставку сделаем. Пожалуй, 20 баксов. Я, конечно, первый раз играю, не знаю. А, понятно. Надо успеть их убить, пока они не подошли. Опасно. Если в следующем ходу не выпадет еще один прицел, то... Мне хана. Ладно, потеряли 20 баксов. Давайте еще. Сразу двоих неплохо. Вот это вообще ужасно. Так, ну что, последний шанс. Ну, я думаю, вы поняли суть этой игры, потому что очень многие просили меня ее показать. Конечно, я зафейлил, как обычно. Ну, чё ж поделаешь. Посмотрим, когда будет везти побольше. Так, я затем пришел, кофер. Вот торгуем. У нас есть карта. У нас есть магазин для дробовика. У нас есть легкое броневое улучшение. Вот это вот неплохо, надо сказать. А это у нас пулемет правительства. Но мне, честно говоря, не охота его, потому что наверняка я его получу попозже. По сюжету. Так, бинты. Крылопалки у меня их 9. Осколочные гранаты. Патронов. Чё у нас по патронам? Матрешек полно. О, хорошо. Вообще прекрасно. Так, стальных патронов надо купить. Вот так-то. Ну и, в принципе, что еще тут? Схема крылопалки. Вот это, я думаю, нам пригодится. Что еще есть? Такая типа бдыщ-бдыщ. Ну давайте вот ее купим. И схему крылопалки. И, в принципе, я думаю, пока что все. И тебе не кашлять. Теперь мы сохранимся. И, собственно, погоним дальше. Так, что за доска объявлений? Зловещие мутанты пропал без вести. Зачистить канализацию в районе Ковчега. Вот это, по-моему, интересно. Ты украл трофеи мутантов, прогнал их, но они вернулись. По нашей информации, канализация в районе Ковчега снова захвачена мутантами. На этот раз мы хотим, чтобы ты уничтожил всех этих тварей. Уничтожил всех мутантов до последнего получения награды. Это может быть интересно. Тем более опыт у нас есть. Мы только что вернулись из мертвого города. Так что пошли, выполним это задание. Я думаю, это будет интересно. Это будет задание на сегодняшнюю серию. Как видите, патч довольно-таки серьезно помог. С подгрузками текстуры их практически вообще не наблюдается. Хотя иногда временами бывают, конечно, эксцессы. Так, настроить подвеску на стандартная шина. Стандартная тема стоит. Эдишная, уже установлена. Теперь нам надо починить нашу машину. А, она и так починилась. Все. Выходим в пустоши. Путь, кстати, довольно-таки дальний, я думаю, будет. Поэтому приготовьтесь. Так, как тут у нас стрелять-то? Ой, мина. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, я не знаю, как стрелять. Сейчас разберемся. Нет, не эта кнопка. Простите меня за это. Блин, привык уже на клава мыши. Ну, давай. Блин, как-то стрелять-то? Ой, короче, ладно, когда будет более безопасно. А, вот, ну что ж я туплю-то. Это капец. Так опозориться, это я даже не знаю. Я надеюсь, вы меня простите. Так, проезжаем мимо поселения Хагара. Дальше, вглубь территории. Где-то тут у нас под автострадой был вход в подземелье. Вот он. В прошлый раз, надо сказать, у нас было довольно-таки мало оборудования. В целом, все было довольно-таки плохо. В этот раз у нас, конечно, получше. Так, патроны надо переключить. Как у нас переключать патроны? Ой, не, явно не эта кнопка. Простите, я все делал наугад. Это печально, конечно. Так, ну-ка. Так вот, понятно. Ну что ж, поделаешь. Давайте попробуем. Их тут, насколько я помню, было довольно-таки много. Погнали, как говорится. Ага, да, далеко мы погодим так. Да, к геймпаду надо привыкать. Но, по-своему, это, конечно, очень атмосферно, и поэтому... Ладно уж, что поделаешь. Только мне надо научиться теперь переключать оружие. Как это делается? Так. Ага, вот так все, понятно. Китомет, снайперска, винтовка. Понятно. Только погодите. Это что-то не то. Ой, короче, лучше я, знаете, как сделаю? Я возьму клавиатуру и не буду париться. Вот, все. Давайте я геймпад сразу отключу, потому что на нем стоит вибрация, и... Так. Лучше я отключу вибрацию просто. Да, я полностью отключу. Так. Потому что если он сейчас на вибрации, у меня лежит на столе, когда он будет вибрировать, такой гул пойдет. Так что я просто вздрогну и испугаюсь. А фейлиться уже надоело. Так. Подождите, а у меня что, на дробовике нет патронов? Ладно. Отлично. Вообще, конечно, очень полезный. Дробалет, надо сказать. Очень крутой. А вот, собственно, то, что у нас нет патронов на дробовик, вот это печаль. Ты где? Упс. Спокойно. Ну, все это было довольно-таки просто. Но в этот раз, конечно, тут нет у нас ничего хорошего. Все, ладно. Я бы, конечно, играл на геймпаде, но раз уж... Приходится так капитально переучиться. Там прям очевидно, что не хватает кнопок на все действия. Лучше хрен с ним. Лучше я буду играть, как начал, на Калавомыше. Потому что у меня уже тут все на автоматизме получается. Вон, видите, айди. Все, возвращаемся. Так, ты мне ничего не хочешь сказать хорошего? Канализация проходит по всей пустоши и щелюки. Если совсем спятил, лезь. Все, возвращаемся. Не, ну что-то во всем этом есть. Так, ладно. В принципе, довольно-таки неплохо получилось, надо сказать. И сейчас мы покажем этим сволочам. Которые нас тут чуть ли не прорвали в клочья. Куда поехал, дорогой. Вот, хорошо. Может, еще к Саванам зайдут в этой серии. Даже не знаю. Я не уверен, что там все будет очень быстро. И мы успеем уложить всю одну серию. Даже в те 10 минут, которые нам остались в этой серии. Поэтому лучше мы это сделаем, пожалуй, в следующем. А сейчас еще какую-нибудь небольшую сайтку иступим. Отлично. Так, хорошо. Давайте починимся. Упс, пардон. И выходим в источник. Давайте зайдем в бар. Возможно, нас отблагодарит девушка. Эй, так держать. Каждая машина бандита – это деньги. Да, шпойн. Отлично. Так, что дальше? Привет, странник. Ты здесь, видно, новенький. Поможешь человеку убитому горем? Чем имена? Моя жена больна, и я готовлю для нее особое зелье. Не хватает одной вещи. Свежего ночного цвета. Я и минуты не продержусь в пустоши, но ты, ты мне кажется, на это способен. Говорят, он растет на болоте безумного Джо. Сможешь туда добраться? А, по-моему, это будет довольно-таки интересно. Сынок, ты нас спас. Я беден, но возьми рецепт моей жены, который ей помог. Может быть, и тебе он однажды поможет. Хорошо, так, давайте посмотрим, это ли задание у нас стало основным. Задание вроде как интересно. Да, оно стало основным. Так, а что за рецепт он мне дал? Не, непонятно. Видимо, потом откроется. Выходим, направляемся к болоту безумного Джо. Интересно, оно очень далеко находится или нет? Думаю, не очень. Хотя, кто знает, кто знает. Так, ну что, желающий свинца получить есть? А, ну куда уж без вас. Ах, прилег. Тихо. Там, по-моему, за ним что-то было. А нет, оказалось. Ну ладно. Со спины еще заходит, но я думаю... Думаю, не обязательно встревать во все стычки. Так, хорошо, что у нас тут? Что это такое? Фитер для воды. Пригодится обязательно. Это и есть болото? Сдается мне, нет. Ну, в смысле, болото-то оно болото, но... Это еще не конец. Это только начало. Тихо. Круто. Совсем без происшествий. Я думал, сейчас что-то страшное случится. Но нет. Возвращаемся. Как раз ложились в эту серию. Ха, смотри, стоит, ждет меня. Свободен. Так, тихо. Че я вижу? Я не знаю, конечно, в чем суть этого прикола, но наверняка это что-то дает. Чем-нибудь нам это поможет, я думаю. Тихо, я не понял, кто стрелял. А, там, наверное, вышка стояла. Ну ладно. Не будем уж стревать. Это интересно. Ну, наверняка он пустой, конечно, но... Почему бы не посмотреть? Нет. В него нельзя уходить, к сожалению. Все, отлично, возвращаемся. Короче говоря, вот кто хотел, чтобы я показал сайд-квесты, вот, в принципе, и в этой серии я именно этим и занимаюсь. Так что, надеюсь, все довольны, потому что мне они, в принципе, были... Тоже, по-своему, любопытны. Добрый день. Так, давай деньги. Вот твоя награда. До скорой встречи, надеюсь. Отлично. Так, сколько у меня их уже? Угоночных этих... 31. Отлично, можно какое-то улучшение на машину поставить. Но сначала мы вернемся к этому паренью. Пареньку. Мы с женой в вечном долгу перед тобой. Вот мой рецепт. Приготовь все правильно и будешь здоров, как никогда. Спасибо, братья. Так, пустынная спора. Ночной цвет. Что за рецепт? Инъекция апофиса. Навсегда увеличивает на... Ух, ух ты. Смотри, ты явно пригодится. Так, теперь как тебя использовать. Вот ты, так. Отлично. Я так понимаю, что эта штука увеличит здоровье на постоянной основе. Что сама по себе круто. Поэтому я доволен. Так, сегодня мне повезет. Ставка... Брать! 25. А, что-то вообще печально. Давай. Эх, хе-хе-хе. Ох, отлично. Первая победа. Так, ну в принципе, я думаю, ладно. Не будем испытывать удачу. Пока мне прет, надо уходить. Здравствуй. Здравствуй, здравствуй. Наконец-то короток стал. Так, давайте посмотрим, что у него есть. У него есть ракеты, максимальный поток, стандартные шипы на колеса, качественные шипы. Качественные шипов. Вот такие шины, я думаю, мне пригодятся. Так, а это что такое? Ага, вот это неплохо, да? Давайте вот это сначала купим. Так, секунду. Маленько не разобрался. Движок мы новый купили, короче говоря. Я надеюсь, он у нас сразу стоит. Да, он уже стоит. Все отлично. На всякую подвеску и шины мы будем ставить потом. И теперь будет летать. Спасибо. Ну и ладно. В принципе, я думаю, на этом мы завершим эту серию. В следующей посмотрим, какие еще тут есть задания. А через одну серию пойдем дальше по сюжету. К шерифу Блэку. Так что, пока что все. Надеюсь, вам нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok